Глава района Андрей Дорошевский посетил станицу Азовскую и совместно с главой поселения Евгением Алышевым осмотрел проведенные работы по благоустройству. Начали с улицы Крестьянской. Здесь во время паводков вода заходила в дворы и топила их. Решили проблему с помощью нарезки глубокого кувета. Как отметил глава поселения, это сразу дало результат и помогло целому кварталу. После осмотрели улицу Ленина. Это одна из центральных улиц станицы. Ранее здесь построили тротуар протяжённостью 2 километра. В планах на 2022 год – асфальтирование улицы. Однако для того, чтобы реализовать данный проект, нужно 22 миллиона рублей. А пока улицу Ленина отсыпают щебнем. Но это не улучшает качество дорожного полотна. Щебень быстро превращается в кашу и затрудняет движение ещё больше. Глава района взял этот вопрос под личный контроль. Посетили обновлённый сквер по улице Октябрьской. В рамках инициативного бюджетирования здесь уложили новую тротуарную плитку, разбили кломбы и установили скамейки. В перспективе – ремонт памятника воина-освободителя. Глава Азовского поселения рассказал Андрею Дорошевскому и о других планах на 2022 год. «Мы хотим, кроме этого, площадку ГТО на стадионе тоже будем готовить. Есть обращение жителей о создании детской площадки спортивной в станице Умбинской. Это очень интересно, чтобы занять молодёжь». В завершении осмотрели земельный участок, зарезервированный под строительство детского сада. Оказалось, что он не соответствует всем необходимым требованиям. Глава района дал поручение подобрать новый участок, подходящий для детского сада по всем нормам.